Начал звонить какой-то человек, водитель. Я говорю, что ты звонишь? Зачем? Ты же меня отвлекаешь, я тебя раз сбросил, а ты еще раз звонишь. Я так воспитываю. Я так воспитываю. Звоните. Есть одна вещь, которую я не приемлю в этой жизни. Я все принимаю, все. Но одна вещь меня дико бесит. И мне нравится, что это меня бесит. Я в этом прям реализуюсь, потому что для меня это прям вот смысл жизни. Беситься на тему того, что кто-то звонит. Алло, здравствуйте, Владимир. Это... Я обожаю смс-ки. Многие думают, хули это смс-ка? Чего, блядь, надо вживую пообщаться. А хули вживую? Что это за общение? Что это за пиздня бессмысленная, бестолковая, где ты нормально не будешь, не успеваешь сформулировать? Ни мысль, ни ничего. Вот тебе задали вопрос. Если хочешь вживую, приезжай вживую, общайся. Зачем ему этот вот этот... А так задал вопрос. Я сформулировал, ответил, когда мне надо. Удобный же, охуенный. Вот оно, будущее. А это все вот... Так, расскажи, были ли практики осознанно... Ой. Самая скучная тема – это сны. Сны – это такая индивидуальная вещь, что... Вот то, что тебе снится, никому никогда не рассказывай. Значит, я буду избегать. Это то, где вообще все вопросы надо закончить. Но во снах мы можем проработать страх единственное. Как побороть страх жизни. Страх перед работой. Врач, перед изменением в жизни. Отношениями. Как побороть? Никак. Я всегда об этом рассказываю. Никак ты не поборешься. Если страх к тебе пришел, значит, это тебе нужно. Это для тебя происходит. Вот с этим страхом и работай. Осознавай его. Ты его победить не сможешь. Только принять. Здесь побеждать не получится в этой жизни. Нигде, никак, никого. Только принимать. Как принимать? Что такое принятие? Это понимание индивидуальное для каждого. Я вот так объяснить не могу, как это принятие делается. Ну, никак, в принципе. Потому что ты уже в нем. Все, что происходит с тобой, это результат твоего принятия. Все это ты принял. И от этого пытаешься отказаться. От этого бежишь и страдаешь по этому поводу. Как избавиться от страхов? Никак. Страхи твои союзники. Они пришли, чтобы тебя направить. А ты пытаешься с ними сбороться с указателями. Как этот самый, Тон Кихот. Я не знаю кто. Выхал на дорогу, видишь светофоры и начинаешь по ним стрелять. Думаешь, что это чудовище. Это вот такое детское сознание, когда ребенок выходит на улицу. Такая была передача об Эвакдейке. Там вот как раз вот эти персонажи об Эвакдейке в ужасе прибежали в студию, потому что увидели это чудовище. Глаза. И начали собираться на войну, биться с этими указательными знаками, всякими зебрами, светофорами, что им показалось, что это чудовище. Вот так же и ты находишься в этом детском состоянии, думая, что твои страхи это что-то лишнее. Лишнего здесь ничего нет в этой жизни. Оно все является твоим союзником. Все существует тебе в помощь и в пользу. Это твои страхи, это твои достижения. Ты всегда находишься на максимуме своих возможностей реализоваться и воспринимать. И поэтому все рецепторы, которые ты ощущаешь, рецепторы восприятия, которыми ты пользуешься, в том числе страх, это твой инструментарий. Это твое приобретение. Ты всегда приобретаешь. Ты никогда ничего не теряешь. Ничего не забываешь. Ты всегда только приобретаешь. Потому что забывать нет ничего важного в том, что ты забыл. Если ты забыл, значит, оно так нужно. Значит, это вот так хорошо. Если ты что-то не помнишь, это вот так. Это значит, твое сознание, твой ум сам чистится, сам что-то убирает. И потом дает тебе какой-то сигнал. Так что страх, страх – это то, что является процессом твоей жизни, процессом твоей реализации. Поэтому бороться ни с чем не нужно. Все, с чем ты хочешь бороться, это лишь повод для того, чтобы обратить на это внимание и начать пользоваться этим. Как? Все. Так и вот так. Игра, ищи. Ты в игре. Все сам. Ты всего сам должен выходить. Моя задача только рассказать вам об этой игре. Все.